Всем привет! Давно не виделись. Из последних новостей. У Дмитрия Геннадьевича заболело плечо. Пауза в тренировках в несколько недель ни к чему не привела. Плечо по-прежнему болит. И что из этого следует? А то, что сжим лёжа с большими весами мы отодвигаем на второй план. Занимаемся реабилитацией, занимаемся укреплением мышц вокруг плечевого сустава и начинаем, вернее продолжаем снимать выпуски с врачами. Не многие досмотрят этот выпуск до конца и это абсолютно нормально, потому что никто не хочет говорить и думать о травмах до момента их появления. И таким же был и я. Я недостаточно много времени уделял профилактике, разминке, растяжке, игнорировал сигналы, которые подавал мне мой организм. И вот уже с вероятностью 90% мне предстоит операция на левом плечевом суставе для того, чтобы продолжить заниматься в силовом стиле. И если чисто для жизни, для какого-то фитнеса, то можно всё оставить как есть, но такой вариант меня не устраивает. Герой этого выпуска – суперпрофессионал своего дела, врач высшей квалификационной категории, терматолог-ортопед, практикующий хирург Вартан Олегович Томазян. Сначала мы посмотрим мой снимок МРТ, обсудим судьбу левоплечевого сустава, а после поговорим на общие темы. Не будь как большинство людей, которые учатся на своих ошибках, не будь как Дмитрий Геннадьевич. Смотри, впитывай, изучай вопрос, и ты будешь жать вечно, но это не точно. Перед нами МРТ – плечевого сустава. Насколько я понимаю, левого. Правильно? Да. Насколько он жив? Насколько он жив? Ну, в данном случае мы можем сказать, что, скорее всего, он больше жив, чем мёртв. Ну, раз я этой рукой держу камеру, то, наверное. Да, да. Но то, что нас немножечко может напрягать, это вот это образование, которое по передней латеральной поверхности в проекции большого бугорка. Что это такое? Честно не скажу, потому что описывать МРТ – это одно, а все-таки общаться с пациентом – это другое. И выяснить, что это такое – это только беседа и осмотр. Ну, можно еще сказать немножечко о переднем отделе фиброзной губы. Тоже какие-то изменения присутствуют. Отрыв, надрыв, какая-то несостоятельность может быть здесь заподозрена. Еще раз говорю, заключение МРТ не читал. То, что нам здесь не совсем нравится, это как выглядит субакромиальное пространство. То есть пространство между двух косточек, между акромионом сверху и головкой плечевой кости снизу, где проходит сухожилие надосной мышцы. Вот оно. Вот этот натянутый черный тяж – это сухожилие надосной мышцы. Здесь все хорошо, здесь все более-менее. Проблема в месте прикрепления к большому бугорку. Видим неоднородность контуров, есть дополнительные линии, включение в самом сухожилии. И опять-таки вот вылезает тот фрагмент, который мы видели на аксиальных проекциях. Какое-то включение плотного образования в само сухожилие надосной мышцы. Это может быть кальцификат, это может быть фрагмент кости. Пока мы точно сказать не можем. Поэтому рекомендуем сделать пациенту еще и рентген. Обычный банальный рентген хорошего качества. Недостаточная информация. Да нет, достаточная информация. Что, надосная потрепанная, губа потрепанная, бицепс сухожилия длинной головки. С жизнью потрепанная? С жизнью, спортом, весами, так назовем. Что делать? Понятно, кто виноват, а что делать? Что делать? В зависимости от того, что хотим делать. Если у нас хорошие возможности в плане реабилитации, мы можем начать с реабилитации. Потому что не все то, что плохо выглядит на самом МРТ, плохая картинка, это не всегда плохо двигается. Но это вы успокаиваете больше меня. И это не всегда болит. Но самое такое простое, да, люди с осколками живут с войны, с разрушенными суставами. Живут? Живут. Нагрузки какие-то выполняют? Выполняют. Болит, не болит? Ну, в зависимости от того, что человек хочет делать, какие он требования предъявляет к тому или иному суставу. Насколько он терпеливый? Насколько у него голова больная? Да. Такое тоже есть. Но хочется поднимать. Хочется поднимать что-то. Но с другой стороны, да, действительно, есть изменения, которые могут быть трактованы в пользу хирургии. Насколько доктор будет агрессивно себя вести с пациентом? То есть, насколько он будет предлагать именно хирургическое вмешательство, какой объем этого хирургического вмешательства, какие обещания, да, какой прогноз, вот от этого тоже много зависит. Потому что, допустим, кто-то не может вот сейчас прооперироваться. Он говорит, можно через два месяца, можно через три, можно. Там еще было написано в заключении, что какая-то косточка лишняя там есть. Есть, да, есть подозрения. Откуда она могла появиться? Возможно, была травма. Возможно, была травма. Все-таки у нас все эти косточки, которые появляются в этой области головки плечевой кости, это не свободные косточки. Это косточки, к которым прикрепляются сухожилия. И есть, так называемые, отрывные переломы. То есть, настолько сухожилие мышца сильно потянуло, что не само порвалось, а оторвалась косточка, к которому прикреплено это сухожилие. Возможно, это был какой-то старый частичный такой отрывной перелом. Все вокруг зажило, мягкие ткани зажили, сухожилие восстановилось. Но эта косточка осталась нефиксированной. Потому что, если она оторвалась от чего-то, мышца потянула, потянула, сухожилие потянуло, и произошло небольшое смещение. То есть, фрагмент остался здесь, а сухожилие, по большому счету, затянуло. Почти 10 лет назад было падение с мотоцикла, перелет через руль. Вот это могло повлиять, да? 100%. Это мог быть перелом большого бугорка, вот в зоне, где этот фрагмент находится. Там же мы видим, что и само по себе сухожилие не очень хорошо выглядит. Сухожилие на досной мышце. Это все могло быть совершенно спокойно, следствием травмы. Поэтому это посттравматические изменения. Что будет с плечом, если я продолжу заниматься со всей силой? Сам по себе этот фрагмент никак отрицательно не повлияет на плечо. Ну, а остальные нюансы? Вот, остальные нюансы надо корректировать. Опять-таки, это может быть коррекция за счет консервативных методик. Это может быть реабилитация, это могут быть уколы в сустав. Это может быть коррекция своих нагрузок. То есть, где-то с реабилитологом поработать, с тренером поработать и определиться, как мы пересмотрим, допустим, тренировочный процесс. Но если продолжить в том же объеме тренироваться, с теми же весами, это не самое удачное решение. Ну, не самое удачное решение, да. Потому что надо этот сустав не только лечить, но и защищать уже от тех изменений, которые там происходят. То есть, какая-то профилактическая работа уже должна вестись. Все-таки, значит, надо снизить нагрузки, либо вообще их убрать и начинать заниматься реабилитацией. Если вдруг я скажу, что да, давайте его резать, возможно, это будет даже лучшим решением. Как вариант, да. Я слышал очень часто такое мнение, всегда говорят, что в сустав врезать надо прямо в последнюю очередь, когда прямо уже все нельзя. Ошибочно. Ошибочно. Потому что говорят, что если ты раз туда залезешь, то уже все. Ошибочно. Зачастую наше избыточное терпение приводит к необратимым последствиям. И есть возраст, есть тренировочный процесс, есть изменения, которые добавляются одно к другому. И случается такая ситуация, когда доктор уже не может сделать так, что он вернет все вспять и восстановит сустав полностью. Вот это вот будет тогда уже опасно. То есть, мы упустим время, когда мы маленькой операцией могли бы сделать очень хорошо в суставе. И тогда мы будем уже говорить о каких-то больших хирургических вмешательств, вплоть до эндопротезирования, до замены сустава на искусственные. Я еще такое слышал мнение, что, мол, коленный сустав очень часто оперирует, все хирурги уже научились, делают закрытыми глазами. Плечо все-таки посложнее будет, да? Абсолютно верно, потому что артероскопическая хирургия начиналась с коленного сустава. Проще локация сама по себе. Проще сустав. Он объемней. В нем проще ориентироваться. Нет трудностей во время хирургии, связанных с кровотечением. Потому что на коленный сустав, на область бедра мы можем положить жгут и тем самым сустав обескровить. Проще в нем манипулировать. На плечевой сустав мы не можем себе этого позволить. Поэтому здесь есть некие тонкости, что да, скорее всего, начинающий хирург именно начинает свою практику с коленного сустава. Можно ли сказать, что эти хирурги одни и остаются на коленном суставе, потому что я чаще вижу, что плечо оперирует очень мало людей? Ну, не так много, да. На самом деле, да. И в процентном содержании соотношение коленного сустава, конечно, больше. То есть хирурги не хотят связываться со сложной работой? Ну, процесс-то обучения, он тоже занимает какое-то время. И не всегда этот процесс доходит до конца, когда действительно хирург чувствует себя уверенно и уже может делать это самостоятельно, без какой-то поддержки старших коллег. То есть важно не попасть к стажеру, да, со своим плечом? Естественно, естественно. Но все-таки и это нужно делать хирургам, да, тренироваться на собаках, скажем так, на кошках. Конечно, современные условия позволяют нам не тренироваться на пациентах, да, позволяют нам тренироваться на материале, который для этого специально и создан, да, муляжи, симуляторы какие-то, работа в кадаверной лаборатории. Это обязательно... Кадаверные это что? Трупы? Да, да, да. Это те места, где надо оттачивать свою технику. Но в любом случае хирург сделает свою 20-ю операцию лучше, чем первую? Да, да. Страх, когда теряется, да, руки становятся более свободными, конечно, как бы возможности расширяются. В плане доступа к хорошим специалистам в России есть проблема, вот, и об этом говорит тот же самый Юрий Глазков, когда к нему прилетают со всей России, даже с других стран, то есть в регионах сложно найти хорошего хирурга, это так? Проблема, наверное, не найти хорошего хирурга, а проблема найти узкоспециализированного хирурга, да. Да, всё-таки хирургия – это большая специальность от и до. Но наша специализация именно, допустим, хирургического профиля, да, там, артероскопии или эндопротезирования, или кто-то занимается стопами, или кто-то вообще только кистью занимается. Это те люди, которые практически всю свою жизнь, вот, свою практику посвятили узкой, очень определённой локации в организме человека. Конечно, они будут знать больше и лучше именно здесь. То есть кистевому хирургу подойти и сказать, да, вы травматолог-ортопед, вы, наверное, знаете всё, сделайте мне эндопротеста забедренный. Он не будет этого делать, ему не надо это делать, потому что он знает тех людей, которые делают это лучше. Ну, это как в интернете, мем есть, ты же фотограф или ты же программист, ты же хирург. Да, и поэтому вот найти такого узкого специалиста, наверное, чаще всего очень трудно. Но в любом случае, если взять там Читу и Москву, то всё-таки москвичу полегче, чем Читинцам. Конечно, да, однозначно. Как бы вы людям посоветовали искать хорошего человека? Раньше искали в Инстаграме, сейчас этим стало сложнее. Возможно, это и к лучшему, потому что не всегда находили хорошего человека. Как бы мы ни старались заполнить своей информацией пространство, да, но самая классная реклама, которая существует, это сарафанное радио. То есть если пациент уже был у этого доктора, да, он посоветует этого доктора своим друзьям, родственникам и так дальше, и так дальше, и дальше. Вот, наверное, пациенту можно посоветовать воспользоваться возможностью второго мнения. Если он подошёл к одному хирургу и понял, что, ну, где-то не срослось, да, что-то не нравится как-то. Органолептически нет каких-то вот таких вот приятных моментов, да, наверное, надо с этим заключением пойти к какому-то ещё доктору, вот, спросить его мнение и выбирать между ними, кто действительно будет лучше. Ну, ещё, наверное, совет такой, что людям надо уже начинать копить деньги, потому что это стоит недёшево. Ну, платная хирургия, да, это всегда недёшево. А какой интервал села, скажите, вот если взять плечо? Если говорить про плечевой сустав, ну, назовём это так, самые простые операции в плечевом суставе, это могут быть, там, до 100 тысяч, да, что-то тяжёлое, сложное, там, вплоть до эндопротезирования, это может укладываться и в полмиллиона. Но это было, скажем так, в старой истории, в новейшей истории всё по-другому будет? Хочется верить, чтобы этого не произошло. То есть мы не за поднятие цен, не за увеличение расходов пациентов, конечно, хочется остановить этот процесс, вот, на каком-то стабильном уровне. Операция, которая стоит до 100 тысяч, это что, в плече? Это может быть санкционная диагностическая ортроскопия, это может быть субокромиальная декомпрессия, как говорят в простонародье, помыть, почистить сустав. Ильиена. Да, 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 убрать всё то, что там накопилось. И одна из таких хороших, благодарных операций, которая, ну, можно сказать, с минимальными затратами, да, без имплантов, это тенотомия длинной головки бицепса. Это просто её чуть пониже, да, прикрутить? Нет, это в том-то и дело её просто отрезать. Сухожилия длинной головки бицепса. Тенотомия. Просто отсечь вот место прикрепления. То есть убрать тот болевой агент, который мешает плечо нормально двигаться, и который вызывает постоянную боль, никак не компенсируется обезболивающими препаратами и консервативным лечением. Так, а как будет тогда бицепс держаться? Я просто здесь плаваю немножко в этом вопросе. Никак. У нас есть две головки. У нас короткая головка выполняет практически 95% силы, да, длинная головка – это у нас в основном косметика. То есть вот то, что создаёт привычные для всех контуры плеча. То есть это какой-то косяк эволюции, да, получается? Длинная головка делает мало? Делает мало, потому что она делала много, когда обезьяна лазила по веткам, да, и цеплялась руками, вытянутыми руками вверх. Ну вот, мы встали на две ноги, руку опустили вниз, длинная головка бицепса опустилась через головку, и получился угол в 90 градусов. То есть я так понимаю, что сейчас люди, которые смотрят наши видео, которые глубоко православные, они сейчас отпишутся, заблокируют, и пожалуются, потому что они скажут, что вы говорите про эволюцию, это неправда. Ну, отчасти, хорошо, отчасти. Потому что я с вами задойду. Да, я понимаю. В любом споре будет кто-то прав, кто-то виноват, да. Вот. И я могу ссылаться на наших европейских коллег, в том числе французов, которые все это придумали, и которые так и называются бицепс киллер. Сухожилие, оно просто болтается, и все? Мы отрезаем его от места прикрепления к лопатке. Это достаточно длинное сухожилие, которое никак не фиксировано внутри плечевого сустава. И оно имеет некую свободу движений во время ротации руки, во время подъема руки. Во время этих движений сухожилие перемещается, и во время этих перемещений оно может страдать, оно может перетираться. Если это процесс длительный, если это процесс с нагрузками, и он уже необратимый, то сохранять это сухожилие бессмысленно. Кому-то, у кого хорошие контуры, да, кто физически развит, кто требует этого сухожилия, его можно действительно пришить ниже, сделать тенадез. Но если мы говорим про крупного человека в возрасте, у которого небольшая двигательная активность, то проще этому человеку сделать тенадомию, то есть отрезать от места прикрепления. Сухожилие никуда не мигрирует в свободный полет, оно останется в борозде, в котором оно находится. Но сама по себе мышца, брюшко длинной головки, да, оно укоротится. Вот, будет такой характерный, возможно будет, да, не у всех, такой характерный симптом. Вспомните мультяшного героя Папая Моряка в 30-х годах, американский такой морячок, который очень любил шпинат. И когда он съедал банку шпината, он становился суперсильным. И вот у него такая характерная была картина. У него очень большие бицепсы внизу и очень большие широкие такие предплечья. И вот в честь него назвали этот симптом, симптом Папая. То есть после операции именно такой внешний вид будет? Может быть, может быть. Не у всех, не у каждого, может быть. Зависит от конституции, назовем это так. Среди тех, кого вы оперируете, много попадается спортсменов, которые поднимают штангу. Неважно в каком направлении, но поднимают. Да, да, да. Какие у них проблемы чаще всего вы видите? Чаще всего это проблемы, связанные с перегрузкой сустава, с артрозом. Не самого плечевого сустава. А можете жифровать перегрузку более подробно, что это значит? Ну, штанга, она все-таки нелегкая. Ну, железная. Да, да, да. Веса у всех разные. Делать эти движения с завидной регулярностью, это немножечко изнашивать все-таки организм. Да, мы качаем мышцы, мышцы становятся большие, мощные, крепкие. Но хрящ, к сожалению, не успевает за этими движениями. Вот. И он может изнашиваться, как любые две косточки, которые между собой соединяются. Они трутся между собой. И, соответственно, какая-то из них станет слабее. Вот. Хрящ будет стачиваться. И если эти занятия будут регулярными, а человек ничего не делает для того, чтобы восстановиться после этих занятий, то, к сожалению, мы придем к артрозу. К износу хряща, той поверхности, которая делает движения в любом суставе плавными, в большой амплитуде и безболезненными. Вот. То в этот момент мы получим осложнение в виде деформирующего артроза. Как вы лечите, как вы боретесь с артрозом хирургически? Хирургически есть разные методики. Но вот если мы говорим про штангу, тут и про плечевой сустав в частности, то тут две локации. Это ключично-акромиальное сочленение, шишечка, да, которая над плечевым суставом. Соединение между ключицей и акромиальным отростком лопатки. И сам по себе плечевой сустав, то есть соединение плечевой кости и суставной впадины лопатки. С первым бороться просто. Это достаточно распространенная операция. Это резекция акромиального конца ключицы. Мы смело можем убрать сантиметр-полтора от акромиального конца ключицы, чтобы эти две косточки не соединялись между собой. Не соединялись. Соответственно, для надосной будет больше места, да? И для надосной будет больше места. И они не будут соединяться между собой, не будут тереться, не будут вызывать болевой синдром, не будет вот эта деформация за счет остеофитов раздражать окружающие мягкие ткани. Эта борьба достаточно простая и достаточно распространенная. А когда вы отрезаете кусочек акромиона, да, вы сказали? Чуть-чуть от акромиона, да, но в большей степени от ключицы. А там не приходится сухожилия перемещать, если они там прикрепляются? В данном случае там нет никаких сухожилий, которые ответственны за движение. Да, немножечко страдает связочный аппарат, но он восстанавливается. С какими еще проблемами приходят к вам тяжелости? Если это уже артроз плечевого сустава, то здесь ситуация немножечко посложнее. Конечно, надо начинать с консервативных методик, это внутрисуставные инъекции. Проще всего мы будем говорить про гиалуроновую кислоту, как смазка. Которая будет защищать сустав от дальнейшего износа и постарается увеличить объем движений. Сделать эти движения безболезненными. Но рано или поздно настает такая ситуация, когда это уже не помогает. Вот как раз таки возвращаясь к вопросу, а не поздно ли пришел? А не подождать ли? Вот здесь может быть уже поздно, и тогда мы уже предлагаем эндопротезирование, замену сустава на искусственный. Конечно, эндопротез не подразумевает тяжелые физические нагрузки. И вот здесь со штангой, наверное, уже надо будет закруглиться. Вот тут у человека будет выбор, либо оставаться, либо продавать квартиру, либо не делать операцию. Каверзные вопросы, да, действительно. Ну, дорого, да, это партнерирование? Опять-таки, у нас есть возможность делать эти операции по квотам. Когда за пациента платит государство. Выделяются специальные средства на определенные патологии. Но спрос пока превышает, да, предложение, скажем так? К сожалению, да. Очередь присутствует. Да, очередь присутствует. Вот. Эта ситуация действительно, когда надо менять сустав, она, конечно, для спортсмена критическая. То есть надо очень сильно подумать, подождать. Может быть, поработать с реабилитологом, поработать с консервативными методиками до последнего. Чтобы все-таки оставить возможность функционировать своему собственному суставу. У меня тут есть немножко вопросов. Если коротко мы сможем ответить на них, да? Блиц, да. Ну, тут где-то, может быть, не совсем блиц. Был вывих плечевого сустава, когда плечо покидало сустав. Были рецидивы после этого. Как улучшить стабильность? К сожалению, не улучшим стабильность только консервативными методиками. Да, в простонародье гуляет мнение о том, что закачаем плечевой сустав, да, стабилизируем там связки, укрепим, что-то там такое сделаем, там, поменяем упражнения до поры до времени. Потому что если он все-таки вывихивается, если есть признаки хронической нестабильности плечевого сустава, значит, первое, это проблема со связочным аппаратом, то есть с удерживающим механизмом, мягкотканная проблема. И второе, это проблема уже, скорее всего, с костными структурами. То есть у нас не соответствует площадь лопатки, площади головки. Когда лопатка становится меньше от частых вывихов, да, то есть стачивается рано или поздно, то тогда эта нестабильность уже может быть совершенно произвольной. Когда у человека вылетает рука во сне, положил под подушку, потянулся на заднее сидение в автомобиле, и она вылетает. Мышцы здесь уже не помогут. Если у человека появились проблемы в плечом суставе вследствие силовых тонировок, и он, в принципе, не против завязать с этим, допустим, он хочет сходить в зал просто для подержания тонуса, какие упражнения вы бы ему рекомендовали убрать? Он не против их убрать. Ему просто нужно знать, что ему лучше делать. При нестабильности? Нет, вообще, в принципе, больной плечевой сустав. Больной плечевой сустав. Наверное, бы убрали вертикальные жимы. Это абсолютно точно, да. Вообще, работа со свободными весами при нестабильном суставе, при проблемах с артрозом, да, это не очень хорошая ситуация. Зачастую все-таки рекомендую работать или с резиной, или напрямую с реабилитологом. Когда будет рядом человек, который будет контролировать эти движения, помогать и поддерживать ту или иную конечность во время упражнений. Ну, если взять просто обычный тренажерный зал, с резиной вряд ли кто-то будет заниматься, но просто хочется держать себя в форме. Вот, и жимы сидя стоя, жим лежа, наверное, тоже не самое хорошее упражнение. Скорее всего, да. Скорее всего, да. То есть, наверное, ситуация, где мы в большей степени будем контролировать руку. Наверное, кроссовер. Да, наверное, разводка в тренажере. Это те упражнения, которые будут более щадящими. Но вот именно штанга и гантели, наверное, это надо потихонечку будет убирать на второй план. Вопрос про АКС. Какой совет по профилактике травматизма АКС? Ух-ух-ух-ух-ух. Самый частый травматизм – это падение на плечо. На приведенную руку и напрямую пациент, когда падает и вывихивает акриминально-ключичные соседки. Но еще не имеется жимом лежа, его волнует здоровье, его АКС. Я думаю, что профилактики тут как таковой не будет, потому что это достаточно тугоподвижный суставчик, но который очень-очень сильно страдает во время вот этих вот силовых нагрузок. То есть, ключица у нас выполняет функцию распорки. И во время вот этой вот нагрузки на эту распорку и приходится весь вес, который у нас в верхних конечных соседках. То есть, сжать и ждать, что тебя пронесет, либо нет. Да, оно все равно деформируется. Просто у кого-то позже, у кого-то раньше. Скорее всего, грамотное восстановление. Как раз-таки вот здесь может быть растяжка, какие-то упражнения на эластичность ткани, на верхний плечевой пояс. Они будут полезны. Прием хондропротекторов и каких-то биологически активных добавок, ну, наверное, отчасти, но не напрямую. Все-таки... Есть мнение, что глюкозамин хондроитин – это туфта, что это не помогает. Ну, про глюкозамин тока, в принципе, есть какие-то определенные статьи, которые доказывают его полезность. Да, глюкозамин, сульфат. Вот. И он... И причем они четко показывают зависимость от дозировки. Вот. Все остальное, ну, к сожалению, пока обследуется. И биодоступность, и низкая биодоступность. То есть, мы можем достаточно много пить, но не все достигнет своей цели. А Animal Flex, Хондрогард? Я скажу так. Может быть, оно и не доказано, да, но я назначаю. Что именно? И Animal Flex, и Хондрогард, и, соответственно, Гелодринг Форте – тоже комплекс с хорошим содержанием, в концентрации, с хорошими пропорциями тех веществ, которые необходимы для суставов, для тканей суставов. Потому что я знаю, что многие говорят, что Animal Flex не работает, но лично на себе я почувствовал, что работа идет неплохая, но в то же время говорят, что в основном из-за МСМ, если не ошибаюсь, как обезболивание, да? И, видимо, в этом единственный плюс Animal Flex – обезболивание. Мы можем очень много по этому поводу спорить. Кто-то яростный противник, кто-то будет топить за это. Но, еще раз говорю, как один из компонентов комплексного лечения я назначаю. Час назад, примерно, с вашим коллегой Кириллом Дмитриевичем мы обсуждали генетику. Что вы можете сказать по поводу генетики? Что кому повезло, тот может не париться, да, и тренироваться? Не все становятся олимпийскими чемпионами, да, не все достигают своих высот, которые были намечены, да. Где-то в какой-то определенный момент настает стопор, да. Что это такое? Это дефект тренировочного процесса или это все-таки анатомия наша? А если копнуть чуть глубже, что именно заключено в понятии генетика, если говорить о суставе? Это подвижность, это связочный аппарат, да. Это тот же самый износ хряща, насколько вот хрящ будет изнашиваться, да. Плюс не забывайте вредные привычки, которые были в прошлом у родителей, да. Какие-то вредные привычки. Это какие-то хронические заболевания, которые отразились на детях. Если мы говорим про тазобедренные суставы, да, это узкий или широкий таз, да, есть плоскостопие, нет плоскостопия, да, вальгусные и варусные ноги. Вот, то же самое мы можем сказать и про верхний плечевой пояс. Неполный разрыв вращательной манжеты плеча, как лечить? Болит, не болит, да. Есть ограничения в движениях и нет ограничения в движениях, потому что есть локации в той же самой вращательной манжете, которой не обязательно шить. Минимальные разрывы, можно на них закрыть глаза, если функция не страдает. А как реабилитация может помочь в этом плане? Можно восстановить правильные движения за счёт работы других мышц. То есть дать разгрузку той мышце, которая в данный момент повреждена и страдает, да, и поработать над теми мышцами, которые возьмут за неё, её функцию на себя. Вот есть такой вопрос. У меня специфическая проблема с плечом – боль после тяги на больших весах. Тяну разнохватом, то есть вот так вот. Тяну разнохватом. Боль от плеча уходит в ключицу, острой болью. Когда начинает болеть, не могу поднять руку. В принципе, движение почти всеми частями тела причиняет боль в районе плеча ключицы. Вопрос к специалисту. Какие обследования следует сделать для начала, чтобы понять причину? Самое первое, самое скрининговое – это рентген плечевого сустава. Там мы можем увидеть те же самые артрозные изменения. Есть остеофиты, нет остеофита, да, вообще сохранена ли щель сустава. И второе – это МРТ. МРТ, полтора Тесла, запись на диск. Ну, интересно, при движении становой тяги, что происходит плечевом суставе? Плечевая кость опускается вниз, правильно? Что там еще может произойти? Ну, это нагрузка на сустав, скорее всего, идет. Если в сторону ключицы уходит, то это то же самое ключично-акромиальное сочленение может быть, да. Это может быть та же самая длинная головка бицепса страдать. Само по себе сухожилие, потому что оно натягивается максимально. Вот. Те же самые сухожилия вращательной манжеты. У нас рука чего-то весит, да, и плюс штанга еще чего-то весит. И все это висит на наших сухожилиях. Они могут повреждаться. Плечевой бурсит, лечение и реабилитация. Наверное, это покой, это коррекция своих нагрузок, это нестероидная противовоспалительная терапия и это физиотерапия. А что входит в физиотерапию? Что вы больше всего любите? Это может быть магнит, это может быть лазер, это может быть фонофорез с различными противовоспалительными средствами. Очень много сейчас новой физиотерапии, которая появляется. Поэтому чаще всего это зависит от возможностей клиники, да, и от назначения самого по себе физиотерапевта. Потому что для назначения физиотерапии вас должен осмотреть специалист именно этого направления. Что такое плечо-лопаточный ритм и какое значение это имеет для силовиков? Это движения в плечевом суставе, совместные движения, да, которые осуществляются и плечевой костью, и лопаткой, и ключицей. То есть в каждую определенную фазу подъема руки у нас начинают включаться те или иные мышцы. И наш плечевой сустав, он по-разному начинает двигаться по отношению к грудной клетке. Спортсмены, которые к вам приходят на операцию, в основном они, большинство каких, которые обратились на ранних стадиях, либо которые уже терпели-терпели? А вот тут опять-таки вопрос такой, здесь и генетика тоже работает, да, кто-то перетерпел и пришел позже. Кто-то послушал своих коллег в зале и сказал, да ерунда, а кто-то... Да, терпи, да у меня такое было. Вот, и продолжил делать то же самое. А кто-то наоборот достаточно эмоциональный, там, может быть, совпало с гормональным фоном с каким-то, да, он перенервничал, да, там, испугался и побежал сразу. Рекомендаций не будет никаких, да. Конечно, чем раньше обратился, тем лучше сделал диагностику, тем больше шансов на то, что мы не пропустим ничего страшного, ничего серьезного. Поэтому ранняя диагностика, она как бы оправдана, конечно. А сколько операций у вас в день обычно, когда вы оперируете? Ну, назовем в среднем три. Три. Больше это уже не очень хорошо, да? Ну, больше хорошо, если это маленькие операции, да, можно сделать несколько плечей, а можно сделать несколько менисков. Объем операций разный, количество операций тоже разное. И человек, который попадает к вам первый, он имеет шансы на лучшую операцию, лучшее качество, чем последний? Да нет, я бы не сказал. Мы ко всем относимся с трепетом, и все операции, они планируются, они обсуждаются и с пациентами, и с анестезиологами, и с нашими старшими коллегами. Здесь как бы работа такая комплексная. Не только от одного врача зависит, а от всей команды. Есть врачи, мануальные терапевты, скажем так, мануальные терапевты, которые любую проблему решают через мышцы, да, они или разминают, или где-то надавливают. Насколько, скажем так, далеко ушли российские мануальные терапевты в этом, и как вы к этому относитесь? Я не критикую коллег, да, то есть это как бы плохо, это нехорошо, да, потому что мы не находимся в тех условиях, в которых находился в данном конкретном моменте пациент и другой доктор. Но основное это понимание того процесса, который происходит у пациента, это диагностика обязательно. Нельзя говорить о том, что вот у меня здесь болит, полечите меня, ну мы сейчас сделаем массаж. А что, если там причина уже не в мягких тканях, да, то есть там уже действительно есть какие-то анатомические повреждения, которые мы внешне никак не увидим, и на поверхности кожи нет никаких сигнальных точек, да, что может сделать мануальщик, не видя, допустим, магнитно-резонансную томографию или тот же самый рентген? Да, кому-то он поможет, а вдруг нет. Ну может быть у него в поколении там бабка шептуха, шептуха там колдунья была, и он чувствует, чувствует. Я не буду против, если он будет помогать. Вот против, против не буду. Если от него будут приходить довольные пациенты без хирургического вмешательства, и действительно будет восстанавливаться функция, ну почему бы и нет. Если от него будут приходить пациенты к вам, то это, значит, не помогло. Ну, значит, не помогло, да. Но резюмируя по мануальных терапевтов, можно сказать, что можно много проблем решить через мышцы, но не все. Конечно, не все абсолютно, да. А как вы относитесь к модным препаратам физиотерапии, как УВТ, миостимуляция и в последнее время я еще вижу лазерные, какие-то аппараты есть? Очень хорошо. Наша клиника всем обладает, сразу скажу. Но надо понимать, для чего это назначается, в каких ситуациях это назначается, что мы хотим получить в результате вот той или иной процедуры. И самое главное, не надо их все сваливать в одну кучу и назначать на один конкретный какой-то заболевание. Ну, просто клиники бывают разные, кто-то хочет много зарабатывать, кто-то хочет произвести впечатление. Коммерциализация процесса, она никогда никуда не денется, да. Если у нас есть все, мы, конечно, можем назначать все. Но от нас тогда уйдут пациенты. Существует большое количество тестов, либо небольшое, я не знаю, для того, чтобы самостоятельно, либо при помощи партнера, ну, два человека надо, да, определить причину боли. Насколько это, скажем так, серьезный подход и стоит ли верить этим тестам? Ну, самое простое – определить локацию. Тесты, зачастую, когда пациент приходит и спрашивает, вы покажите свою боль, кто-то показывает ладошкой, кто-то показывает пальцем, да, кто-то говорит, ну, то здесь, то там. То есть тут локация самого болевого синдрома, да, она тоже будет давать много в плане диагностики. Тесты, которые в основном применяются, они провокационные на состоятельность мышцы сухожилий. То есть мы пытаемся сделать такое движение, при котором мышца сопротивляется. Да, если эта мышца сопротивляется, то, значит, как бы все хорошо, все работает. Но если мы чувствуем, что мы перебарываем пациента в том или ином движении, значит, мы будем думать о том, что где-то мышца несостоятельна. И можно, получается, определить практически любую причину боли. Ну, во всяком случае, какие-то намеки мы получим, да. Итак, что мы можем проверить? Мы можем проверить болевые точки. Соответственно, вот та шишечка, которая вот здесь, на верхней поверхности плечевого сустава, да, где ключица соединяется с акромиальным отростком. Просто хотя бы постучать. Больно-не больно, да? Да, вот по этой шишечке. Больно-не больно. Это уже даст какие-то нам ответы. Можно по-разному постучать. Ну, мы же не садисты, да, и можно разными предметами постучать. Тем более руки хирурга, они крепкие. Да. Всегда в сравнении, да, можно постучать здесь, можно постучать здесь. Пациент откликнется, скажет, здесь чуть-чуть почувствительнее, там поменьше. Соответственно, что мы можем еще понять? Так, а если болит? Если болит, мы можем заподозрить какие-то проблемы, включить на акромиальном суставе, да, вот именно здесь. Да, что артроз, допустим, да, воспаление сустава, да, есть какие-то, например, бурсит тот же самый, да, но здесь вот это синовит, бурсит, да, все что угодно. Вот, да, артрит. Вот в этой локации мы можем про это все сказать. Дальше. Объем движения. Мы можем поднять руку максимально до какого-то определенного момента, да, и пациент скажет, вот там на этом угле болит, на этом болит, да, а вот здесь уже проходит. Как вариант, да. Если, наоборот, в крайней точке болит, тогда мы задумываемся о том, что действительно этот суставчик у нас главный в этой боли, да, и болит он из-за того, что мы достигли некого крайнего положения. Именно анатомия, да? Да, 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 именно анатомия. Если мы говорим о так называемой болезненной дуге, когда человек поднимает руку, здесь, допустим, вот здесь, да, там до 45 градусов у него не болит, потом начинается-начинается боль на руку, он владеет, а потом боль опять уходит, да, это так называемая болезненная дуга, то есть состояние, при котором максимально сдавливается сухожилие надосной мышцы между акромиальным отростком лопатки и головкой плечевой кости. То есть здесь не давит, наверху уже тоже не давит, но вот в центральные отделы, да, в этой амплитуды, оно максимально сдавлено между двумя костями. Проблема в сдавлении сухожилия надосной мышцы, да, так называемый импиджмент синдром. То есть импиджмент синдром это всегда фронодосную мышцу, да? Да, да, да. Вот, дальше, локации в передней поверхности плечевого сустава. Когда мы находим болезненные точки в проекции сухожилия длинной головки бицепса, когда мы пальчиками пальпируем это образование, мы его четко здесь определим, потому что это некий такой червячок там в глубине под дельтовидной мышцей. И при пальпации этой локализации мы можем понять, опять-таки сравнивая одну руку с другой, болит, не болит. Вот, это все такое вот самое простое, что мы можем даже без врачебных знаний понять. Если человек занимается в зале и знает анатомию, то это уже некие подсказки для него присутствуют. Вот вы первые сказали про акромиально-ключичное сочинение, я их клевовидно ее забыл. Да, акромиально-ключичное сочинение. А там болит же не сам сустав, а сухожилия или мышцы? Не всегда. Там боль может быть из-за того, что косточки между собой очень близко соприкасаются, да? Движения за счет нестабильности этого сустава не совсем правильные, то есть избыток этой амплитуды в суставе, да? Могут образовываться остеофиты, которые сдавливают окружающие мягкие ткани. И во время движения мы задействуем эти остеофиты, и они сдавливают эти мягкие ткани. И само воспаление внутри сустава, да, артрит, оно может вызывать тоже боль. Сама деформация может вызывать боль, сдавливая, опять-таки, окружающие ткани. Но вот учитывая, что вы увидели у меня на МРТ, можно ли сказать, что какое-то движение будет у меня болезненным? Потому что сейчас у меня вроде бы ничего не болеет. Попробуем найти это болезненное движение. Ручка вперед, большой пальчик наверх, и оказываем давление сверху на руку. Вы мне сопротивляетесь. Все хорошо? Ну да. Не больно, да? Расслабляем ручку и пробуем делать вот такие ротационные движения. Это не больно? Нет. Оставляем руку вот в этом положении. Вы мне сопротивляетесь, я надавливаю. Вот это, да. Это болезненно, да? Это может нам говорить о том, что есть проблема в сухожилии длинной головки бицепса. Потому что, когда мы крутим руку по оси, сухожилие смещается внутрь к наружу, да, в своей борозде. Как только мы ввели его в некое крайнее положение и дали нагрузку на руку, да, то есть у нас рука сопротивляется, бицепс натягивается и пытается из своей борозды смигрировать. Это будет вызывать его боль. И здесь чувствуешь? Да. Это будет вызывать его боль. Еще я чувствую, когда я лежу, сплю, сижу в телефоне, вот даже такой подъем бывает руки, болезненный. И часто, когда в одной позе долго что-то там затекает, это... Опять-таки, опять-таки, мы руку можем поднимать по-разному в сторону, да? Большой пальчик наверх, да? Давить куда? Да. Я вниз, вы мне сопротивляетесь. Больно? Нет, здесь нормально. Здесь нормально. Но изменим чуть-чуть положение. Я вниз. Здесь не то чтобы больно, но я слабее. Потому что задействуются разные края и разные мышцы, да? То есть это передний край надосной мышцы и именно надосная мышца напрягается, да? Поворачивая руку внутрь, мы пытаемся напрягать уже подосную мышцу, да? И задний край, да, надосной мышцы. Вот. Это разные по силе мышцы и тем самым мы можем определять локализацию повреждения. Где у нас дырочка, допустим, на сухожилии может быть? Где у нас может быть разволокнение, отрыв? Вот в данном конкретном случае мы можем заподозрить ту или иную локацию в этих повреждениях. Я видел видео одного известного специалиста. Не буду говорить, что он какой-то профессионал, но он известный. Не буду говорить фамилию. И он показывал вот эти тесты. Это было давно, я не помню, что именно. Но что меня удивило, что он по каждому тесту говорит, что нужно делать. Если болит вот так, значит, там делаем такое упражнение. Если болит вот это, значит, делаем вот это упражнение и у нас все проходит. Это немножко... Я не из той серии специалист, да, который может сказать, если здесь болит, то какое упражнение делаем. Это Кирилл Дмитриевичу, наверное, да. Но я могу заподозрить, да, я могу заподозрить, вот если у человека не получается сделать то или иное движение, да, где может быть повреждение, где может быть разрыв, да, где может быть несостоятельность связочного аппарата, там, мышцы, сухожилия. Вот это я могу сказать. Но какими движениями это компенсировать, это к реабилитологам. Я представляю вид спорта пауэрлифтинг больше, да, и часто говорят, что это самый, грубо, нищебродский вид спорта. Потому что надо совсем чуть-чуть оборудования, чтобы заниматься, там, штанга, стойки, лавка и все. И, соответственно, люди, у которых нет денег на другие виды спорта, приходят в наш спорт. Не всегда так, но много людей с маленьким достатком. Вот. И они посмотрят наше видео или не посмотрят, потому что они скажут, что у меня нет денег вообще ни на что. Ни на операцию, ни на реабилитацию, даже там на НПВС нет денег. Вот что можно им посоветовать. Если человек находит время пойти в зал, значит, это время уже им оплачено. То есть, ему не надо бегать искать продукты, ему, значит, не надо содержать семью. То есть, у него есть время пойти в зал, значит, у него есть на это какие-то средства. Поэтому... Но 2 часа в день это можно найти? Ну, я вот зачастую не могу даже этого времени найти. Ну, к чему вы уклоните? Что это? Ну, что если человек находит время пойти в зал, то, наверное, он может найти время заработать лишние средства для того, чтобы себя вылечить и продолжить ходить в зал. Очень много в нашем виде спорта студентов, у которых много времени, потому что они просто студенты. Вот, но вряд ли они могут заработать. Ну, значит, их содержат. Но я с другой стороны зайду, вообще никаких шансов нет получить лишние деньги новые. Что им сделать для того, чтобы сохранить здоровье? Когда им надо прислушаться к нашим советам, да, сделать в какой-то определенный момент паузу, все-таки обратиться к профильному специалисту и с ним хотя бы побеседовать. Даже без диагностики. Провести беседу, осмотр и получить некие рекомендации. И самое главное, прислушаться к этим рекомендациям. Ну, естественно, смотреть грамотные видео и получать информацию бесплатно. Да, да, да. Но сейчас тоже это может быть не бесплатно. Да, посмотреть видео, кликнешь, а оно не открывается. Занеси. А как занести карты? Уже не оплачивается. Вот. Соответственно, тут тоже есть некие тонкости. Продолжение следует...